Миллионные премии за государственный счет, очередной скандал в Нафтогазе, нескромные вознаграждения и другие впечатляющие расходы обнаружили ревизоры. Например, комнаты для переговоров за почти 4 миллиона гривен во время суда с Газпромом в стокгольмском арбитраже, а еще десятки, а порой сотни тысяч командировочных и заграничных поездок топ-менеджеров компании. В чьих карманах покоятся деньги Нафтогаза? Подробнее в материале. Богатая жизнь, она другая, и не важно, что о ней говорят. Еще не забылся скандал с элитным автопарком для Нафтогаза, на который потратили почти 40 миллионов гривен, и вот новый. Как пишет интернет-издание, украинские новыны связаны с премиями топ-менеджеров. Более чем щедрые вознаграждения они получали в прошлом году. Об этом говорится в акте ревизоров государственной аудиторской службы. На это потратили свыше 50 миллионов гривен. Почти половину этих средств получил глава правления Андрей Коболев. Также среди премированных счастливчиков еще трое члены правления Сергей Коновец, Сергей Перелома и Юрий Колбушкин. Интересно, что и зарплаты в прошлом году руководители Нафтогаза себе подняли. Аж в 13 раз так заработки главы правления ежемесячно достигали 2 миллионов гривен. Не поскупились по данным аудиторов и на премии членам наблюдательного совета компании. На это потратили 15 миллионов гривен. Жить на широкую ногу в Нафтогазе очевидно привыкли. В прошлом году глава правления компании пытался купить себе бронированный Мерседес стоимостью 5 миллионов гривен. Но общественность сбунтовалась и от этой идеи ему пришлось отказаться. В этом году автопарк компании все же обновили, причем без тендера. 37 шкот и 6 американских внедорожников GMC Yukon стоимостью 100 тысяч евро каждый. А несколько дней назад стало известно, что в компании задумались о ремонте здания. На это хотят потратить миллион гривен. Тендер уже объявлен.